Дамы и господа, мы начинаем наш семинар. Сегодня мы будем разбирать оставшиеся задачки про общую значимость, а также про приведение к предварённой нормальной форме. Надеюсь, вы уже ознакомились с тем, что это такое. В задаче 17 мы, кажется, решили пункты с А по Д. Ну и, соответственно, нам нужно решить оставшиеся. Итак, поехали. Первая задача. Общезначима ли такая формула? Пункт Е. Значит, 17Е. Вот здесь у нас есть такая формула. Для любого Х из свойства ФИ, из того, что Х обладает свойством ФИ, следует, что Х обладает свойством ПСИ. Означает ли это, что если есть Х со свойством ФИ, то есть Х со свойством ПСИ? Является ли эта формула общезначимой? Ну, что здесь можно сказать, так это или не так? Мне вообще кажется, что так. На самом деле это действительно так. Давайте это проверим. Здесь вопрос, по сути дела, сводится к прямому вычислению. Общезначимость, я напомню, означает, что в любой структуре, при любой оценке, значение формулы равно единице. Поскольку перед нами импликация, то её значение будет точно единица, если значение её посылки будет ноль. То есть, если так оказалось, что значение посылки – это ноль, ну, тогда всё ясно. Естественно, значение импликации – это будет истина. Обычно этот случай даже не удостаивают внимания. Допустим, однако, что значение посылки равно единице. Нам надо разобраться со значением заключения. В заключении тоже стоит импликация. Если её посылка принимает значение ноль, то импликация принимает значение один. Поэтому резонно допустить, что и заключение, и посылка здесь тоже принимает значение один. Дальше рассуждения очень просты. По сути дела, всё переносится на уровень квантеров неформальных. То есть, тут сказано, что для любого m значение импликации φ влечёт ψ при модифицированной оценке равно единице. А здесь сказано, что существует такой m, давайте для разнообразия назову его m', такое, что значение φ при модифицированной оценке принимает значение один. Ну, понятно, что вот здесь вот мы можем взять и положить просто как бы m равным m''. Тогда получится, что значение такой импликации – это единица, тогда как значение её посылки – это тоже единица. Но если значение импликации, её посылки – это единица, то по свойствам импликации значение импликации равно один, только если её посылка ложная или заключение истинно. Но её посылка не ложная, значит, её заключение – истина. Вот мы нашли какой-то такой элемент в нашей структуре, для которого выполняется такое свойство. Ну, значит, он есть, значит, существует x, ψ, такая формула при оценке π принимает значение один, как то и требовалось, то есть значение всей вот этой нашей импликации, вот этой, а затем вот этой, оно единица. Это понятно? Следующий пункт. Задачка G. Здесь у нас нечто может быть более интересное. Для любого x, φ существует x, ψ. Тогда существует x с обоими свойствами. Так, 17G. Допустим, что для любого x верно свойство φ и ψ. Неправда. Значит, что там у нас было в листке? Для любого x верно свойство φ, а для некоторого x верно свойство ψ. Тогда утверждается, что есть x с обоими свойствами. Так ли это? Евгения, как вы думаете? Правда. Конечно, правда. Если у нас все поголовно голубые и какой-то x стеклянный, то этот стеклянный мы возьмем, он тоже окажется голубым, оставаясь при этом стеклянным. Тоже достаточно простое свойство. Ну, все как обычно. Опять-таки, зафиксировав структуру и оценку, мы допускаем, что значение этой формулы равно 1. Ну, что это значит? Это функция логическая и, примененная вот к этим двум значениям. Но что означает, что логическая и приняло значение 1? Когда так бывает? Когда оба паразит. Да, по определению нашей функции и, значит, это означает, что оба конюнкта приняли значение 1. То есть, отсюда мы видим для любого m из m, износителя, φ на модифицированные оценки. То есть, это некие такие расчеты, в которых нету, как говорится, ни ума, ни гения. Ни духа, ни гения. Или как так сказать? Сан-Жене, сан-Эспри. Ну, вот, значит, получается такая штука. Ну, если это для всех m, ну, мы можем сюда подставить в качестве m наш m' подставить. Да, давайте напишем значок присваивания. В качестве m возьмем вот m'. Тогда что получится? Получится, что φ, πx, m' равно 1. Ну, и по-прежнему для ψ то же самое. То есть, отсюда очевидно, что конъюнкция φ и π, конечно, далеко не самое потрясающее рассуждение. Конъюнкция это при такой оценке принимает значение 1. Но, значит, существует х, вот такая формула. Она примет при обычной оценке тоже значение 1, что и требовалось. Понятно это? Следующий вопрос. z. Ну, вот он, конечно, поинтереснее. Потому что, на самом деле, здесь, в z, квантера существования в посылке нет. Однако тут решительно утверждается, что существует х, который обладает таким-то свойством. Возникает вопрос, откуда же этот х берется? Ну, вот ответ – неоткуда. То есть, на самом деле, здесь происходит некий разбор случаев. И получается, что такой х есть в каждом из случаев. А сам разбор случаев, он, конечно, можно сказать, обязан закону исключенного третьего. Но, тем не менее, давайте посмотрим на этот вопрос предметно. Значит, есть, конечно, формула верна. Если из того, что все х обладают свойством φ, следует, что все х обладают свойством ψ, то обязательно найдется х такой, что если он обладает свойством φ, то он обладает свойством ψ. Так, ну что здесь можно сказать? Правда это или неправда? Мне кажется, неправда, потому что у нас может не быть х со свойством φ. Если у нас нет х со свойством φ, то значит, любой х без свойства φ, правильно? Тогда возьмите какой-нибудь х, φ для него будет ложно, а импликация тем самым истина. То есть, в этом случае как раз все хорошо. Вообще, если бы у нас не было х, то есть, если бы у нас допускались пустые множества, то, конечно, бы это не работало. Но носитель любой структуры множество не пустое. Это важно. На самом деле, эта формула общезначима. Давайте это докажем. Мы с вами допустим, что значение такой формулы оказалось равным единице. Ну, как обычно, мы фиксируем какую-то структуру m и какую-то оценку π. Но вот оказалось, что здесь получилась единица. Мы хотим найти х с таким свойством. Как же это сделать? Ну, вот здесь действительно возникает некоторый разбор случаев. Что значит, что истина – импликация? Вообще, смотрите, это же импликация. Значение ее заключения. Когда импликация истины? Либо ложная посылка, либо... Ну, да. Иначе возникает два случая. Либо посылка ложная, или заключение истины. Ну, первый случай мы уже фактически рассмотрели. Тем не менее, давайте повторим. Допустим, для всех х у нас ложно φ. То есть, мы с вами видим, что для любого m из нашего носителя φ, там, при модифицированной оценке... Ну, это неправда. Это глупость. Прошу прощения. Формула ложная, значит, как это понимать? Значит, неправда, неверно, что для любой m значение φ, при модифицированной оценке, равно единице. Не всегда. Но если оно не всегда равно единице, то это что означает? Что существует такой... Да, тут даже мы не пользуемся предположением непустоты m. Потому что, если бы m было бы пусто, любое утверждение вида для любого m, что-то там верно, оно было бы истинным. Но оно ложно. Значит, обязан существовать тем, который это опровергает. Существует такое, что получается здесь не единица, то есть нолик. Но если φ нолик, то, естественно, при этой оценке вот такая вот импликация, она оказывается истиной. Вот мы и нашли такое m, что при модифицированной оценке импликация φ влечет ПСИ оказалась истиной. То есть существует х такой, что импликация, вот эта формула оказывается истиной при оценке ПИ. То есть заключение нашей большой внешней импликации – истина. Согласна? Да. А вот тут вот нам понадобится, конечно, не пустота. Мы знаем, что для любого х, ПСИ – это формула истины при оценке П. Значит, чем не оцене х, вот при модифицированной оценке ПСИ окажется равна единице. Вот тут вот мы пользуемся не пустотой. Но множество m, оно не пуста по определению. Значит, существует какой-то такой m0, который лежит в m. Имеем значение ПСИ при оценке, которая тоже модифицирована, и х она оценивает элементом m0. Мы видим, что здесь получается, извините, пожалуйста, единичка. То есть наша формула истина. Существует х ПСИ, а при оценке ПИ приняла значение 1. Ну, нам эта формула на самом деле не нужна. Это я поторопился. Нам же нужна импликация. Нам нужна импликация. То есть, ну, если заключение истина, то истина импликации. Значит, формула ФИ влечет ПСИ. Она при этой же самой оценке 1. Ну, вот и получается, что формула существует. ХФИ влечет ПСИ. При оценке ПИ является истиной. Итак, и в том, и в другом случае оказалось, что вот такая вот формула истина. Значит, вся наша импликация истина, потому что есть ее посылка истина, то истина ее заключение. Понятно это? Да. Хорошо. Ничего потрясающего. Все очень просто. Так. Следующий пункт. За буквой З идет буква И, видимо. И, возвращаясь к листку, мы видим вот такую вот формулу. Она уже конкретная. То есть, здесь непроизвольная ФИ и ПСИ. Фактически, в пунктах с А по З мы анализировали формулу вот какого-то такого-то вида. Если она общезначима, показывали, что она общезначима при любом выборе ФИ и ПСИ. Если она не общезначима, мы говорили, что можно выбрать ФИ и ПСИ так, что общезначимости не будет. А здесь формула конкретная. В ней использованы какие-то такие предикатные символы. Ну, или реляционные – это одно и то же. Давайте посмотрим, как она выглядит. Существует Х со свойством А, или существует Х со свойством Б. Отсюда следует для любого Х – ЦХ. Такая она нам. Тогда пытаются нас уверить. Для любого Х, если АХ или БХ, то обязательный С от Х. Ну, давайте попытаемся её переварить. Что же она вообще нам говорит? Нам дано, что если только существуют объекты со свойством А или свойством Б, то все объекты обладают свойством С. Тогда, говорят нам, для любого Х, если он обладает свойством А или, безразлично, там, свойством Б, он же, именно он, обладает свойством С. Ну, как вы думаете, убедительно это или нет? Ну, вообще, да. Вообще, это выглядит убедительным. Неформально можно было бы рассуждать так. Ну, как доказать заключение? Ну, предположим, что есть какой-то Х, для которого вот эта вот дизъюнкция верна. Ну, значит, для него верно, например, А от Х. Ну, тогда существует такой Х, что А для него верно. Значит, эта вся посылка верна. Значит, все Х обладают свойством С. В том числе и тот, который мы рассматриваем. Итак, давайте попробуем доказать, что эта формула является общезначимой. Мы с вами допустим, что значение ее посылки единичка. Обычно считают, что импликация связывает слабее, чем другие связки, а поэтому скобки вокруг посылки можно не писать. Но мы их все-таки напишем, на всякий случай. Допустим, что в какой-то структуре, при какой-то оценке, вот это оказалось истиной. Потом постараемся этим воспользоваться. Мы хотим посчитать значение вот этой формулы и убедиться, что оно всегда один. Отсюда вытекает С. Ну, когда это значение единица? По определению, тогда и только тогда, когда какой элемент М из нашего носителя не возьми, вот такая вот штука примет значение 1 при модифицированной оценке. Ну, на самом-то деле, можно сказать следующее. Это означает, что множество, которое интерпретирует А, объединенное со множеством контор, интерпретирует Б, а это все включено в множество, интерпретирующее С. На самом деле, здесь сказано... Ну, это, конечно, неправда, потому что важно, что Х оценивается М. То есть... Ну, тут сказано, что М. Либо... Либо М не попадает вот в такое объединение, либо М попадает в С. И это для любого М. Ну, да, на самом деле, то, как я написал. Это значит, что любой М, который попал и в А, и в Б, он обязательно попадает и в С. Попал в А или в Б, в объединение, попадает в С. Понятно, почему это так? Ну, да. Вообще, что... Когда формула какой-то унарный, предикатный символ, когда она истина при оценке? Ну, когда, значит, тот объект, которым мы оцениваем переменно, попадает в соответствующее отношение? В данном случае унарное, то есть подмножество. Ну, вот, по сути дела, что нам хочется доказать. Интересненько. Нам хочется показать, что любой объект, который попадает в такое объединение, он попадает в С. А вот... Как же нам... Как нам поступить? Ну, надо допустить, да? Допустим, что действительно вот... У нас эта штука... Да, давайте я буду в обычных терминах. Допустим, что вот эта штука, она действительно... Раз рассмотрим какой-то M, какой-то конкретный элемент, допустим, что такая штука действительно истина. Ну, если она истина для какого-то M, ну, значит, вот эта штука... Ну, ладно, я не буду так делать. Когда истина дизъюнкция? Когда один из ее дизъюнктов истинный? Когда вот эта вот истина? Или... Вот это значение 1. Или... Вот это значение 1. Согласны? Ну, а что значит, что это значение 1 при модифицированной оценке? По определению, это значит, что значение такой штуки, если у нас существует такое, M, оно... тоже будет 1. Ну, или... значение такой формулы существует XBX, оно равно 1. Получается, что значение такой дизъюнкции при Пи, оно 1. Но тогда в силу того, что нам дано по нашему допущению, тогда значение этой штуки равно 1. То есть, если мы возьмем то M, которое у нас было, на самом деле, любое значение формулы CX при оценке XM, оно равно 1. Ну, получается, вся импликация вот эта вот, АХ или BX влечет CX, она при модифицированной оценке принимает значение 1. И так как M было произвольным, это все имеет место для любого M, то есть, мы вольны навесить квантер всеобщности. То есть, вот это вот истина, тогда это истина. Понятно? Ну, мы можем рассуждать, и давайте повторим наше рассуждение. Нам надо доказать, что все, кто обладает свойством A или свойством B, обладают и свойством C. Доказываем. Предположим, кто-то обладает либо свойством A, либо свойством B, попадает в дизъюнкцию, но без ограничения общности этот кто-то обладает свойством A. Но в таком случае, естественно, существует объект со свойством A. Ну, значит, все объекты обладают свойством C, в том числе и этот. Понятно? Да. Хорошо. Следующий пункт. Ну, следующая формула вот какая. Если все X обладают свойством A, то кто-то обладает свойством B, кто-то обладает свойством C. Тогда есть X, такой, что если он обладает свойством A, то он обладает обоими свойствами. Так, 17K. посылка такая, для любого X от X, следовательно, существует X со свойством X, и существует X со свойством C от X. Если только я не ошибся при переписывании. нет. Значит, тогда существует X такой, что если для него верно A, то верно также для него и B, Так, ну что же, как вы считаете, это общезначимая формула или нет? А вот можно спросить, пожалуйста, вот у нас существует X, B, X, X, C, X, это же могут быть два разных X? Да, разумеется, нет, нет, если бы мы хотели сказать, что они одинаковые, мы бы написали бы вот так. B и C. Конечно, а здесь у нас квантер связывает разные вхождения переменных, по сути дела у них нету индивидуальности, они разные, то есть этот X это просто какой-то placeholder, здесь сказано, что есть объект со свойством B, а какой он? У него никакого конкретного имени нет, к нему нельзя обратиться по имени, просто констатируют, что он есть. Кажется тогда, что нет, но неверно формула. Ну неверно, давайте попробуем привести какой-нибудь более или менее бытовой пример. Чтобы опровергнуть импликацию, нам надо сделать посылку истиной. Ну как сделать посылку истиной? Проще всего сделать ее заключение ложным. Но если мы сделаем ее заключение ложным, то есть неверно, что все иксы обладают свойством А. Но можно считать, что какие-то иксы им обладают, какие-то нет. Тогда давайте возьмем икс, который свойством А обладает, и не обладает ни свойством ни В, ни С. Свойства Б и С должны быть редкими. Проще всего их сделать ложными. Значит, вывод такой. Формула не общезначима. Приводим в структуру, где она опровергается. Значит, давайте от оценок здесь ничего не зависит. Давайте сразу отметим оценки. Оценка не нужна, так как нет свободных переменных. Значит, там надо просто структуру придумать. Эта формула является замкнутой, или, как говорят, предложением. Давайте возьмем структуру, состоящую из двух элементов. Можно их обозначить 0 и 1, но, чтобы не смешивать их с истинностными значениями, хотя можно и смешать при желании, давайте назовем их 1 и 2. Вот такое двуэлементное множество. А будет интерпретироваться под множеством, которое состоит только из единицы. Это означает, что если х оценить двойкой, а от х будет ложно. Согласны? Ну, вот. Ну, и тогда мы хотим понять, какое там будет значение. Смотрим. Надо еще b оценить и c. Давайте сделаем их ложными. Всегда. То есть, это просто пустые множества. Верно ли в структуре формула для любого x, а, x? Верно ли, что все x обладают свойством a? Нет, неверно. То есть, значение этой формулы ложь при любой оценке. Вот этой вот. Она не зависит от оценок. Она всегда ноль. Ну, почему? Потому что находится m, которым мы оцениваем x, так как если я один раз напишу, если в качестве m взять двоечку, то значение вот такой формулы оно будет ноль. То есть, она не для всех единица. Так, это ложь. Но если посылка ложна, то импликация соответствующей посылки, она будет какой? Истиной. Она, конечно, является истиной. То есть, соответственно, вот эта импликация истина, потому что у нее ложная посылка. Смотрим сюда. Является ли истиной формула существует x, такое, что ax влечет bx и cx? Нет, у нас же ax может быть истиной при единице, а bx cx это ноль. И вся импликация ложная. А тут существует или тут для любого? Давайте вернемся к нашим. Тут существует. Тут существует. Ага. Ну, может быть, не все так просто, потому что эта формула на самом деле истина. Достаточно в качестве x взять двойку. Нет, такой пример не пойдет, потому что это на самом деле истина. почему? Потому что если в качестве x взять двойку, тогда тут будет ложь, и значит вся импликация будет истина. Согласна? Ну, да. Поэтому не получится таким примером опровергнуть. Но это, тем не менее, не делает формулу общезначенной. Опровергающий пример все равно есть только он немножко уголь. Давайте попробуем его получить. Ну, может, у вас есть какие-нибудь предложения? Ну, мы можем взять x, который будет один со свойством b, другой со свойством c, но при этом вместе, типа b и c. Да, b и c надо взять не совместными. Хорошая идея. Но остается понять, что такое а. Ну, несовместные b и c это легко. Возьмем b, состоящим только из единицы, а c только из двойки. Они не пересекаются. Но оба не пусто. Остается взять что-то в качестве а. Давайте а сделаем каким? Тождественным истинным. И тем самым мы избавимся, потому что если в посылке импликации стоит истина, то импликация эквивалентна ее заключению. Прекрасно. Что же мы получаем? Вопрос. Истина ли в нашей структуре такая формула есть x со свойством b? Да. Несомненно, потому что вместо x можно один подставить. Аналогично есть x и со свойством c. Но получается, что в этой импликации заключение ее истина. Конъюнкции вот этих двух формул дистанциальных. Ну, а если в импликации истина заключение, то и все импликации истины. Давайте посмотрим сюда. Вот эта штука должна быть ложью. Ну, она ложью и является. В самом деле. Когда, что значит, что вот эта штука была бы истина? Когда существовал x, который и bx, и cx? Ну, там, при какой-то оценке p, это чистая формальность. Она никакой роли не играет. Это означало бы, что нашлось такое m в нашей модели, такое, что вот эта вот штука приняла бы значение 1. То есть, это означает, что у нас нашлось бы такое, m, то есть, если m попало в m, то m попало и в b и в c. Правильно? но смотрите, вот это истина всегда. При любом x это истина. При любом m. А вот это пересечение, оно пусто. Ну, потому что b и c какие? Не пересекают. Да, значит, их пересечение пусто, поэтому утверждение о том, что какой-то m тут лежит, это ложь. То есть, я вижу, что для любого m значение такой формулы равно нулю. то есть, не существует, не может быть такого x, чтобы она обратилась единичком. Не может быть такого x, чтобы она обратилась единичком. Она всегда ноль. Ну, и вот и пожалуйста. Согласна? Вот у нас пример. Оказалось, что в нашей структуре истина посылка, но ложно заключение нашей формулы. посылка истина, заключение ложно. Это, разумеется, означает, что вся наша импликация, вот у нее посылка истина, а заключение ложно. вся импликация ложно. то есть, формула не общезначима. Согласна? Да. Следующий пункт. А нам кто-нибудь присоединился там? Интересно? Нет, никто не присоединился, все же тут записи. Ну, тем не менее, вам спасибо, что вы всегда у нас присутствуете, посещаете все занятия. Так, следующие пункты. Ну, вот здесь у нас один предикатный символ, и все зло, вот, или, может быть, добро, я не знаю, сейчас выясним, все здесь концентрировано в манипуляциях вот с этими квантерами. Давайте попробуем понять, происходит ли с квантерами что-то плохое, что делает эти формулы необщезначимыми, или, напротив, с квантерами происходит нечто настолько хорошее, что формула общезначимая. Давайте прежде запомним наши приставки. Квантеры тут идут x, y, z, и для любого существует для любого. Значит, я позволю себе стереть. Для любого это пункт i, извините, пункт l, для любого x существует y, для любого z идет какой-то тернарный символ p, x, y, z, а дальше для любого z существует y, для любого x, для любого z существует y, для любого x. Само же p, оно совершенно то же самое. Давайте попробуем прочесть эту формулу содержать. Что она нам говорит? Тут сказано, что, допустим, для любого x есть y, который подходит ко всем z. Тогда для любого z есть y, который подходит ко всем x. Вот как считаете, есть здесь какой-то криминал? Давайте вспомним, что с квантерами можно делать, какие свойства общезначимые. Точно можно вот так вот ослаблять, потому что у нас не пустая область. Если все, то кто-то есть. Можно квантеры переставлять. Вот так. Если есть ключ от всех замков, то обязательно от каждого замка есть ключ. Но вот другую сторону, как мы понимаем, не работает. Это уже необщезначимо. Вот если внимательно посмотреть на эти формулы, можно ли здесь заметить что-нибудь? Мне кажется, что зеленая формула необщезначима. А почему? В чем здесь проблема? С какими квантерами происходит нечто необщезначимое? Нечто, что необязательно имеет место? Мы находим для любого х какой-то конкретный ну смотрите, здесь сказано, что для любого х есть у и что-то про z. А здесь сказано, что есть у для всех и что-то про z. Влияет ли происходящее на z на эту ситуацию? Может влияет, а может и нет. Но мы можем подобрать такой случай, где от z вообще ничего не зависит. Ведь нас-то спрашивают про общезначимость. То есть мы можем выбрать такое p, которое от z не зависит. И тогда у нас получится такое утверждение. Если от любого замка есть ключ, то есть ключ от всех замков. Очевидным образом необщезначимы, не всегда верны, не в любой системе замков. Понятно это? Да. Итак, ответ. Формулы необщезначимы. Чтобы это доказать, надо представить какую-нибудь структуру. Поскольку здесь у нас есть какое-то взаимодействие между x и y, а z мы решили не трогать, нам понадобится бинарный предикат. Давайте мы в качестве p возьмем в качестве носителя мы возьмем скажем множество натуральных чисел. Оно бесконечное, но все-таки достаточно просто устроенное. А что же мы возьмем в качестве p? По сути дело это бинарный предикат, хотя формально он тернарный. То есть тройка принадлежит p тогда и только тогда, когда для a и b что-то выполняется. Давайте попробуем догадаться, какой предикат можно взять. У любого x есть y такой, что x y, но нет у y такой, что для всех x x y меньше а меньше b Вот такой вот мы возьмем предикат. Ну, то есть формально это записывается так. Возможно, то, что я напишу, кого-нибудь шокирует. Это декартово произведение меньше вот множество всех таких пар, ну, и каждой такой паре мы можем добавить любую третью координату. Вот такие вот пары, состоящие из пары и чего-то еще, тройки. Это формально. Ну, значит, можно в это дело не вникать. Значит, предикат наш утверждает, что первый его аргумент меньше второго. И при этом мы понимаем, что для любого x есть y такой, что x меньше, чем y. Но неправда, что есть y такой, что все x и его меньше. Давайте смотреть. Вычислим значение вот этой формулы. Для любого x существует y, для любого z. Давайте это сделаем формально. Вычислим значение при оценке. От оценки ничего не зависит. Значит, когда же оно единица? Но оно единица тогда и только тогда, когда есть такое m, натуральное число, такое, что ну там дальнейшая формула вот это вот. А мы не строгое неравенство берем? А это не важно. Но вы вроде строгое взяли, вы же строгое предложили. Не будет проблемы с 0, типа мы возьмем x 0, и тогда у нас не будет меньше натурального. ну у любого x есть большее. Почему? Вот тут же x меньше y. Для любого x есть больше его. А, все, я поняла. Спасибо. но неправда, что есть такой y, который больше всех. Проблем быть не должно. Значит, это будет тогда и только тогда, когда вот эта штука единица. Ну, конечно, такие расчеты избыточны, но, опять-таки, раз в жизни это стоит проделать. Когда существует, для любого m существует, ну, как-нибудь иначе назовем l, только я забыл тут модифицированную оценку написать, xm. Значит, такое, что для любого z, p, x, y, z оценка модифицируется еще раз. В x это m. Мы, кстати, предполагаем, что разные буквы означают разные переменные, то есть y и x это разные буквы. Так, ну, и продолжая в том же духе, мы опять делаем все квантеры неформальными. Для любого m существует l, для любого k у нас вот эта вот штука, она верна для оценки p, который x оценивает как m, y как l, z как k. Значит, тут получается единица. Но это что означает? Это просто означает, что тройка m lk попадает в pm. А когда тройка попадает в pm? Тогда и только тогда, когда ее первые координаты меньше второй. То есть в итоге мы получили такое утверждение, эквивалентное тому, что наша посылка истина. Для любого m есть l такое, что для любого k m меньше, чем l. Но этот квантер фиктивен, от него ничего не зависит. Правда ли, что для любого натурального есть большего натуральное? Это истина. Для натуральных чисел это правда. Ну, значит, вот эта формула истина в нашей структуре. Ну, и совершенно аналогично, если мы посмотрим на вторую формулу для любого z существует y для любого x px y z. Что о ней мы можем сказать? Мы можем сказать, что ее значение было бы нашей структуре 1 тогда и только тогда, когда для любого k нашлось бы число, ну, допустим, там l такое, что для любого m у нас m меньше, чем l. Но, опять же, этот квантер фиктивный, он никакой роли не играет. У любого есть натуральное, которое больше всех натуральных. Это правда? Нет. Нет, это ложь. То есть получается, что заключение ложное, мы можем с вами стало быть сказать, что в нашей структуре, которую мы построили, в нашей структуре это натуральные числа с нашим p, ну, как-то мы его там проинтерпретировали, посылка истина, ну, а заключение ложное. Значит, вся импликация не общезначима. Понятно это? Ну, и последний пример в этой серии. Я обращаю внимание, что нашей контрольной работе обязательно будет задача опровержения или доказательства общезначимости. Поэтому прошу этим не пренебрегать, я добавлю вам примеров в листок. Дальше что? Тут тоже что-то такое. Для любого х существует у, на самом деле посылка здесь такая же, какой она и была. Значит, 17. Общезначима ли следующая формула? Для любого х существует у, для любого z, p, x, y, z, следовательно, существует y, такой, что для любого z, существует x. Существует y, такой, что для любого z, существует x, и подкванторное выражение оказалось тем же самым. Ну, давайте немножко помедитируем, глядя на эту формулу. существует y, для любого z существует x. Является ли она общезначима? Мы знаем, что для каждого x есть y, который подходит ко всем z. в этом, скажем так, каждый лакей имеет ключ, который открывает все двери. Следует ли отсюда, что существует ключ, который открывает все двери в руках некоторого лакея? Мне кажется, да, это похоже на ослабление от любого существования. Это похоже на ослабление, очень верное замечание. Давайте проследим судьбу каждого квантера. Что, например, происходит с квантером по x? Он ослабился. Это операция вообще законная в целом. Что происходит с квантером по y? квантер по y сам по себе не изменился, но он поменял позицию. Он стоял справа от всеобщности, теперь он стоит слева, но не от всеобщности, а от существования. То есть, если бы мы здесь сразу бы ослабили, а потом квантеры существования два, мы могли бы поменять местами. Согласна? А что произошло с квантером по z? Это была всеобщность, всеобщность и осталась. Она поменяла свою позицию, но тут она стояла слева, справа от существований, а теперь она с одним существованием поменялась налево, что слабее. Вот тут говорилось, что у нас существует x, подходящий всем z, а здесь сказано, что для каждого z существует свой x. Вроде бы это все корректно, правильно? А теперь давайте попробуем это доказать. Конечно, можно попытаться рассуждать интуитивно, вот в духе вот этого разговора о лакеях и ключах, но чем сложнее становится формула, тем менее убедительны становятся эти рассуждения. Нам нужен какой-то механизм, который позволяет доказывать общезначимость, нужна какая-то машина. Нужен механизм, я не говорю специально алгоритм, ну, мог бы сказать, но он, этот механизм, он не может проверить формулу на общезначимость, но дает какой-то единый метод. Нужен давайте скажем метод, это менее обязывающее слово. Нужен метод доказательства общезначимости. Вот этот метод на самом деле дается тем, что называется исчисление предикатов. Исчисление предикатов это некая совокупность наблюдений над свойствами общезначимости. Давайте попробуем и мы. здесь что-нибудь пронаблюдать. Итак, мы, например, знаем, что можно ослаблять. То есть некоторая формула общезначима. Ну, какая? Ну, например, такая. Для любого х, что бы то ни было, ну, что там у нас стоит? Для любого х, т, 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 z, например, такая. Для любого х, любого z, p, x, y, z. Я тут пытаюсь интуитивно сообразить, что нам нужно сделать. Вот такая формула общезначима. Согласна? Потому что общезначима любая формула такого вида. Потому что перед нами частный случай такой формулы. Любая такая общезначима, в том числе эта. Отлично. Теперь давайте сделаем перестановку. вот такая вот формула тоже общезначима. Согласна? Да. Почему? Потому что это частный случай тоже рассмотренного нами утверждения. Пусть z будет. Частный случай уже рассматривавшийся нами утверждения про ключи. Мы об этом много говорили, мы доказывали. Так. А теперь смотрите. Ведь у этих двух импликаций заключение первой совпадает с посылкой второй. И обе общезначимы. Интересно, к чему это нас клонит? Давайте вспомним еще некоторые свойства общезначимости. Замечание номер один. Как вы считаете, правда ли, что формула вот такого вот вида всегда принимает значение один? Да. Это тавтология. Это формула истинно просто какие бы ни были. АБЦ она истинно в силу свойств ампликация. По свойствам ампликации. Ну, это очень легко проверить. Если, например, А ложно, то все хорошо. Если С истинно, то все хорошо. Предположим, А истинно и С ложно. Предположим, А истинно и С ложно. Но тогда проверяем Б. Если Б при этом будет истина, то вот здесь будет ложь, и вся наша формула превратится в ложь. Согласна? В истину, извините. Если Б истина, то вот здесь будет ложь, и вот эта импликация будет истина, и все будет истина. Все хорошо. Второй случай состоит в том, что у нас Б ложно. Но если Б ложно, тогда вот эта формула ложная, опять вся импликация истина. То есть перед нами тавтология, а значит и общезначимая. Мы доказывали, что любая тавтология общезначима. Было дело? Да. Определенно было. Если она тавтология, то значит она и общезначима. Это первое наблюдение, которое мы делаем. И второе наблюдение, которое мы здесь делаем, оно такое. Если φ общезначима и φ стрелка ψ тоже общезначима, то все общезначима это то, что называют правилом modus ponens в логике. Согласны с этим? Это довольно легко понять. Если в любой структуре, при любой оценке, всегда фи принимает значение один, и всегда импликация принимает значение один, то в любом случае, который бы мы не рассмотрели, импликация с истиной посылкой истина. Импликация истина, только если у нее посылка ложная, либо заключение истины. Если посылка истина, значит заключение ее тоже истина. Согласны? А теперь смотрите. Теперь давайте вот в этой схеме в качестве А мы возьмем вот эту формулу. Желтеньким давайте. В качестве А мы возьмем вот эту формулу. Видно желтеньким? Да. В качестве С возьмем вот эту формулу. А в качестве Б… Нет, желтенький, что-то не того. В качестве С возьмем… В качестве Б возьмем вот эту формулу. Ой, какой глупости я пишу. Ох, болван. Рисую, несмотря. Значит, вот это мы возьмем в качестве Б. Вот это мы возьмем в качестве А. Вот это в качестве С. Смотрите, А стрелка Б обще… Вот эта вся формула общезначима, правильно? А стрелка Б в нашем случае тоже общезначима для наших А и Б. Ну, давайте это напишу здесь. Вот это две общезначимые формулы. Значит, тогда вот такая вот формула. Надо один раз в жизни это проделать. Тогда вот такая. У нас еще есть время. У вас не торопитесь на пару? Нет, у нас уже больше нет пар. Это хорошо. Так, значит, ну сейчас мы минут через… А, с 20 закончим. Вот это тоже общезначимо. Теперь мы применяем, смотрите, А стрелка Б общезначима и это общезначимо применяем правило modus ponens. То есть, вот это наше наблюдение 2. Если посылка общезначима, импликация общезначима, то и общезначима заключение. Посылка здесь – это А стрелка Б, она общезначима. Вся формула общезначима. Значит, ее заключение, вот такое, тоже общезначимо. Правильно? Да, BC тоже общезначима. Но здесь BC, правильно вы говорите, это тоже общезначимая формула. Поэтому я опять применяю этот modus ponens, или оно же наблюдение 2, и получаю А стрелка С. То есть, то, что я получил, это такое утверждение. Для любого х, для любого z, p, x, y, z, стрелка, для любого z существует x, p, x, y, z. Вот это, оказывается, общезначимая формула. Правильно? Но тут ничего не было про y. Совершенно ничего не было про y. Что же нам делать с y? Что же нам делать с y? Ох, что же делать с y? Плохо-плохо-плохо все с y. Очень плохо с y. Ну, ничего, сейчас мы починим. Или не починим. Нам нужно наблюдение, которого мы не доказывали, пока не делали. Дело в том, что, видите, y-то тут должен быть внутри. А как нам его внутрь-то отправить? Внутрь нам его отправить затруднительно. Мы, может быть, немножко не такую тактику приняли. Ну, сейчас попробуем. Сейчас попробуем починить. Так-так-так-так-так-так-так-так. y, 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 y. Где-то должен поменяться с кем-то местами. Ну, вот если я y впишу, например, вот сюда, вот внутрь. Вот он, как был внутри, так он и останется. Получится для любого... Так, ну, это неправда. Это неправда. А, ну да. Не, нормально. Так, y будет внутри. Внутри, внутри, внутри. Внутри, но как его вынести наружу, наружу, наружу? Y совсем внутрь нельзя. Давайте вот, вот как мы сейчас починим. На самом деле, вывод – это не алгоритмы. Поэтому тут не очень понятно априори, как действовать. Ну, вот пока всё то же самое, правильно? Существует x, существует y. Так, а теперь я сделаю не один пронос. Ну, а два. Ну, то есть один пронос мне даст что? Я хочу получить... Отсюда я, на самом деле, хочу получить вот такую формулу. Существует y. Для любого z существует y. Как её получить? Так, 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 так. Существует, извините, x. То есть, ну, если всё это применить, то в конечном счёте у нас получится, что наша исходная посылка, которая у нас была, она нам даёт то, что нам нужно. На самом деле, вывод ищут снизу вверх, то есть идут от того, что нам нужно. Поэтому вопрос в том, общезначим или вот эта вот формула. Согласна? Да. Вот если бы она была общезначима, всё бы работало. Вопрос в том, почему она общезначима. Значит, почему общезначима вот такая вот формула. Существует x, существует y, для любого z, p, x, y, z. Влечёт. Существует y, для любого z, существует x, p, x, y, z. Всё свелось к этому. Так, ну, давайте смотреть. Здесь по-прежнему всё на самом деле логично. Здесь просто вот эти квантеры по z и по y, они некоторым образом меняются местами. Ну, смотрите. Вот она будет общезначима по схеме, которую я изложил уже, если я докажу вот что. Что тут произошло? Мы можем же поменять квантеры существования. Одноименные квантеры, которые ничем не отличаются между собой, они поменялись местами. А здесь что произошло? Здесь квантеры по x и по z разрешённым образом поменялись местами. Но проблема в том, что это произошло под квантером по y. Давайте попробуем обосновать эти свойства. Но что касается свойства альфа, то его можно получить вот из чего. Его можно получить вот из чего. Значит, я утверждаю для альфы, я утверждаю, что вот такая формула, она вообще всегда общезначима. Прямо всегда. Доказательство этому довольно простое. Ну, это решается прямым вычислением. Это решается прямым вычислением, а можно, может быть, немножко по-другому. Сейчас, секунду, я подумаю. Значит, существует y. Ага. Нет, так не пойдёт. Значит, прямое вычисление. Ну, мы ведь с вами предполагаем, что x и y – это разные буквы. А если они одинаковые, то доказывать-то и вообще нечего. Но вот если они разные, то смотрите. У нас вот эта вот штука, она равна единице когда? Тогда и только тогда, когда для любого а и для любого b из нашего m значение φ при оценке, которое в x принимает значение а, а в y принимает значение b, а существует, извините, найдутся такие а и b, что вот эта вот штука примет значение 1. Согласна? Ну, а с другой стороны, раз x и y – это разные переменные, они не совпадают, то, как я уже говорил, модификация оценки в точке y, её модификация в точке x, в каком порядке это происходит, это всё равно. Вот эта пишка – это функция, которая в x принимает значение а, в y – в b, а в других точках такое, как π. И вот это та же самая функция. Ну, заметим, что если бы x совпадало бы с а, с y, то, учитывая, что мы модифицируем последовательно, получилось бы, что в y и в x – b, а здесь получилось бы, что в x и в y – а. Тогда могли бы быть проблемы. Но они разные, проблем нет. То есть это то же самое, что существует а и b, такие, что φ вот при такой оценке принимает значение 1. Ну, то есть то же самое, что такая формула у нас сначала y, потом x. принимает значение 1. То есть на самом деле эти формулы, они вообще эквивалентны. Значит, если одна общезначима, то и другая. Их значения одинаковы. Согласны? Угу. Итак, свойства альфа мы доказали. Остается только получить свойства бета. Посмотрите, здесь нечто законное, но уже под квантером существования. Давайте смотреть b. Бета. мы знаем, что вот такая вот формула. Она общезначима. Согласны? Если есть ключ от всех замков, то от любого замка есть ключ. Что мы еще знаем? А вот что. Смотри лекция. Если φ общезначима, то и формула для любого там W φ, она тоже общезначима. На общезначимую формулу без вреда для общезначимости можно навесить квантер всеобщности. Правильно? Угу. Измените, что ладно. Нет. Нет, 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 нет. Навесим сюда квантер по y. Получается, что такая формула общезначима. Угу. А теперь последний ингредиент. Давайте вспомним одну из прежде решенных к нами задач. А именно пункт Е. 17 пункт Е. Что этот пункт Е говорит? Он говорит, что вот такая формула. Ну, я заменю x на y. Такая формула, она всегда является общезначимой. Опа! Ну, как вам? Получается, что у нас импликация под квантером всеобщности общезначима. А с другой стороны, из импликации под квантером всеобщности следует, что из существования для посылки следует существование для заключения. применяем к этим двум пунктам наш modus ponens и подставляем вместо φ вот это, а вместо ψ вот это. Мы получаем, что существует y такой, что существует x для любого z px, y, z. Следовательно, существует y такой, что для любого z существует x px, y, z. А это ровно та, это ровно та формула бета, ровно та формула бета, которую мы старались установить. Не правда ли? Бета есть, альфа есть. Учитывая, что у альфы и бета, у альфы заключение тоже, что и посылка у бета, отсюда получается, что из посылки альфы следует заключение бета. То есть получается то, что нам нужно вот здесь. Существует вот то, что вот нам вот тут вот нужно вот отсюда. Так, что-то совсем не того. Отсюда следует вот то, что нам нужно. Согласны? Да. Это выглядит утомительным и в какой-то мере является им в действительности. По сути дела, мы используя некоторые факты и некоторые свойства общезначимости получили новую общезначимую формулу. Некий минимальный достаточный набор этих фактов и свойств общезначимости позволяет нам получить все общезначимые формулы. Вот этот вот минимальный набор и называется исчислением высказываний. Извините, предикатов. Но представлять его можно по-разному. Следующая лекция как раз будет посвящена исчислению предикатов. Я имею в виду ту, которую все будут следующего. А теперь я хотел бы еще отметить здесь некоторые свойства, которые мы поняли. Некоторые свойства общезначимости, которые мы доказали. Мы, например, установили такое свойство 3, которое получается из свойства 1 и 2. Если А стрелка Б общезначима и Б стрелка С общезначима, то вместо то я пишу такую черту, такую дробь, то А стрелка С это тоже общезначима. Согласны? Было у нас такое? Мы это обосновали? Да. Давайте добавим к своему арсеналу. Иногда это называют правила силлогизма. У Аристотеля было свыше двух десятков силлогизмов. Ну, вот почему-то это название закрепилось только вот за этим. Ну, по крайней мере в определенных кругах. Типа читатели книжки Верещагина решения. Значит, силлогизм это вообще правило вывода. Это факт о том, что если что-то истинно, то истинно что-то еще. Такой вот закон логики. Значит, Аристотель впервые начал их классифицировать из известных нам авторов. Ну, и второе правило, которое мы получили, вот какое. Если какая-то импликация общезначима, если Фи и Пси общезначима, то тогда общезначима и такая штука. Существует Хфи, следовательно, существует Хпси. Такая тоже общезначима. Вы помните, как мы действовали? Сначала мы на все на это навесили квантер всеобщности, применили так называемое правило обобщения. Вот тот факт, что если вот этот факт, правило обобщения, правило обобщения. Если у нас Фи общезначима, то для любого там W или Х Фи тоже общезначима. Навесили сюда квантер всеобщности, а потом мы воспользовались фактом задачки 17Е. И этот квантер всеобщности превратили в два квантера существования. Вот еще мы можем к нашему арсеналу такое добавить. Понятно это? Да. Но все это довольно бессистемно. Во всяком случае, я надеюсь, что я показал вам саму проблематику, связанную с которой возникает исчисление предикатов. Но самим этим исчислением мы уже будем заниматься впоследствии. А сейчас я предлагаю решить задачу о приведении формулы предваренной нормальной форме. Это скучная механическая процедура, но, по счастью, не очень долгая. Так, что же, Эвелина, вы можете еще в этом поучаствовать? Да, конечно. Это недолго. Значит, давайте, мы не будем злоупотреблять вашим терпением, но это дело все-таки нужно сделать. мы всего один примерчик разберем. Пусть PQR суть какие-то реляционные символы, приведите следующие формулы к предваренной нормальной форме, а затем выражение под квантерами к дизъюнктивной нормальной форме. Ну, давайте сразу начнем со второго примера, который посложнее. Так, ну, надо прежде всего его переписать. Значит, такая импликация, неверно R, X, Y, там какой-то квантер был, неверно, что существует X, такой, что R, X, Y, следовательно, конъюнкции для любого Y P, У, В, и P, У, и существует X, Х, 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 И вся эта фигня была посылкой некоторой большой импликации, где в заключении было существует W для любого V, существует W для любого V, R, W, и P, Х, Х, I, или или, или P, Х, Х, так, вы помните, что предваренная нормальная форма? Ну да, это как бы... Посмотрели лекцию? Ага. Предварённая нормальная форма – это когда все квантеры вынесены наружу. То есть, идёт блок квантеров, но не обязательно они все существования, какие-то квантеры. А потом идёт бесквантерная формула. По сути дела, эта идея проста, как две копейки. Мы просто постепенно их выносим наружу. Мы отдельно преобразуем под формулы. Идём с большей глубины. Значит, всё, что мы делаем, все наши переходы – это логические эквивалентности. Чему эквивалентна такая формула? Как внести квантер, квантер поменять местами с существованием? Для любого. Для любого х? Не r. Не r, x, y. Вот так мы преобразовали эту подформулу. Естественно, вся формула останется эквивалентной, если мы подформулу заменили на эквивалентную. Мы это обсуждали. Кстати, чтобы нам не ошибиться, давайте-ка мы заранее обведём свободное вхождение переменных. Вот этот y не связан никаким квантером. А этот y связан? Связан. А вот этот x? Нет. Нет, потому что тот мантер на него не распространяется. И x и w свободные вхождения. Тут есть свободные? y и v. Тут есть свободные? Полно. Вон их сколько. Значит, свободные должны сохраниться. Смотрим сюда. Это конъюнкция. Я могу вынести вот этот вот y наружу? Мы вообще знаем, что если y не входит свободно в b, то тогда для любого y а и b эквивалентно для любого y а и b. Но это если y не входит свободно в b. А здесь же y входит сюда свободно. Да, и мы не можем. Не можем вынести. Что же делать? Можем вынести. x. Нет, x тоже не можем вынести, потому что сюда x сходит свободно. W и v можем вынести. W? Ну, по нему нет квантера вот в этой платформе. У нас все зависимые. Ну, значит, надо повеситься и признать, что теорема в лекции о том, что каждую формулу можно привести к предваренной нормальной форме, она ложна. Значит, я вас наду, гнать в шею надо таких лекторов. Как было написано на парте, на мехмате, но я думаю, это студенческий фольклор, известный в разных местах. Каждому лектору кое-куда по вектору. Вот. Значит, есть другой вариант, логический. Каждому кантеру туда же по квантеру. Вот. Значит, надо переименовать связную переменную. Вот какой трюк делается. Мы доказывали, что связную переменную можно переименовывать. Как это выглядит на практике? Если у меня y – это такая переменная, которая не свободна, не связана, вообще никак не фигурировала в φ, то формула для любого xφ эквивалентна такой. Для любого y – φ. Но только в φ, конечно, надо x, которые ранее связывались этим квантером, заменить на y. Вот теорема о переименовании, связанной переменной. Ну, совершенно то же самое с квантерами существования. Разницы никакой. Умоляю вас, умоляю. Не надо переименовывать свободные переменные. Это чистый минус. Эта операция неэквивалентная. То, что x четно, неэквивалентно тому, что y четно. А вот то, что существует, x, который четен, таки эквивалентно тому, что существует четный y. Переименовываем только связные. Переименовываем ее в свежую. То есть, которой раньше у нас не было. Не надо экономить переменные. Так? Ну, и x переименуем. Не забываем его вот здесь, вот в том месте, которым он управляет. Тут переименовать. Согласна? Ура! На следующем ходу вынесем. А пока поработаем вот с этим заключением, ампликация. Тут можно вынести w и v? Входит вот сюда вот w или v? Можем или не можем? Можем. Можем. И что же получится при выносе? Например, вот этого существует w. В. Существует w для любого v. Правильно! Мы выносим квантер из дизюнксты. При этом с этим квантером ничего плохого не случается. Он как был, так и остаётся. Мы один вынесли, а затем другой вынесли. Преобразовали, получишься под формулу, формально говоря. Вот. Согласны? Угу. Так. Ну, мы близки уже, так сказать. Что там? Эту штучку пока оставляем. Сейчас мы ей займёмся. А тут теперь смотрите. Вот у нас есть y-штрих, но он сюда не входит. На чём можно вынести? Выносим. Получается, для любого y-штрих. x-штрих тоже можно вынести. Выносим. Существует x-штрих. Но и остаётся то, что там под ними стоит. Так. Ну, а это заключение, оно не меняется. Можно было бы его не переписывать, но уж, потерявши голову, по шапке не плачут. Так. А теперь что? Теперь наше главное... Можем ли мы вот эту импликацию как-то преобразовать? Что можно вынести? Для любого x. Для любого. А для любого x разве можно вынести? Смотрите-ка. Сюда у нас свободно входит x. А, он... Нет, нельзя. А эти квантеры по штрихованным переменам можно? Можно. Их нет в посылке. Разумеется, можно. В посылке нету соответствующих переменных и не могло быть, так как переменные свежие. Как переменные выносятся из заключения? Ну, опять, как всегда, здесь предполагается, что x не входит свободно в b. Как квантер выносится из заключения? А вот так, без изменений. Это всё у нас было. Вы должны помнить. А как квантер выносится из посылки? Существует... Да, он меняется на противоположный. Ну, потому что, на самом деле, посылка и импликация, она стоит под отрицанием. Тут написано неверно для любого x или b. В этом нет никакой магии. Надо просто запомнить, вообще, эвристически. Смиритесь с этой мыслью, что посылка и импликация, она не утверждается, она отрицается. Скорее. Это условие. Если нет, то... Если то... Значит, отлично. Значит, я имею право вынести эти квантеры. Что же получится? Получится для любого y' существует x' Они никак не меняются. А тут внутри мне же тоже нужно будет этот x выносить. Значит, я его должен переименовать. Во что его переименовать? Два штриха, но, кажется... Правильно. Правильно. Два штриха. Мы берем какую-то свежую переменную. x' уже использовать не надо. Даже если бы сама структура этой формулы этого позволяла, все равно этого не надо делать. Не надо экономить. А то ошибетесь, будет плохо. Получается x, w и q там. Я все переписываю. Текст. Ну и тут у нас заключение, оно не меняется. Я быстро-то писать стал на этом планшете графическом. Кто бы мог подумать. Так. Ну а теперь остается вынести x2' Да, существует x2'. Для любого y' существует x'. Обратите внимание, я формально преобразую вот эту внутреннюю формулу. Поэтому кванта поедет не туда, а вот сюда вот. Потому что я вот эту формулу преобразую. А потом говорю, что и под квантерами она будет эквивалентна результату своего преобразования. Это понятно? Понятно? Да. Значит, получается, существует x2' Неверный x2' y Стрелочка PY' x w И Q' x' y v Правильно? Ага. И тут у нас существует w для любого v Ну и то, что тот, чему там надлежит быть. Ну, хотя... Хотя нет. Во-первых, я наврал. Для начала. Значит, существует w для любого v rv w или p хух. Так, теперь смотрим, можем ли мы что-то вынести из этой большой импликации. y' можно вынести? Тут есть y'? Нет. x' есть? Ага. x2' А ничего нету? Переменные были свежие. А вот этот квантер можно выносить? Нет, потому что там есть. Потому что здесь есть свободное вхождение w. И этот нельзя выносить, потому что тут есть тоже свободное вхождение. Что же делать? Переименовать в w и w' Только не забыть сделать это и тут. После всего мы теперь можем выносить квантера. Ну, с какого начнем? В каком порядке их выносить? Руководить. Он теперь произвольный. Доказатель того, что он произвольный, я предлагаю вам руководить. Какой квантер пишем? Диктуйте. Существует w' Ага. Для любого w' Да. И дальше все. А дальше что? Дальше надо из посылки выносить. Для любого, вы уверены? Из посылки мы выносим замену. Да, существует y' Для любого x' И для любого x2' Любого x2' А дальше под квантерами идет некое выражение. Сейчас в доказательство того, что я насобачился быстро писать, Я его и напишу, и напишу. Вот возьму и напишу. А это импликация, между прочим. Так. Так, rv' В' Или П' Хух. Фух. Теперь давайте смотреть, не потерял ли кто свободу? Кто у нас остался свободен? Вот этот y кем-то связан? А штрихованные все связаны. x тоже не связан. И дубль, и v не связан. И y не связан. И v не связан. Что-то тут не так. А, нет, почему все так? Или не так? Или не так? Или не так? Так, 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 так. Да, y был свободен. Все нормально. Это тоже самое, y. Вот этот и этот. Это одна индивидуальность. y. А это какой-то раб, какой-то y штрих. Вот. Значит, y штрих. Вот это и y, v. Кто еще свободен? Ну, вот эти вот свободны. Правильно? Давайте посмотрим, изменилась ли структура нашей формулы в смысле свободных переменных на тех же они местах, что и были. Как видно что-нибудь? Да, только сверху. Или сверху. Еще не видно, в самую верхнюю строчку. Вот, вот, вот. Ну, тут как было? y, x, w, y, v и хух. Вот все они как были, так и остались, соответственно, 8 вхождений. Согласны? Отлично. Ну, и самое последнее, я уж испытываю ваше терпение, но с другой стороны, будет контрольная, она будет скоро. Это привести вот эту формулу, что? Это правда, что контрольная скорая, это, конечно... Вот, 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 вот. Вот ту формулу, которая у нас осталась под квантерами, под бесквантерную формулу, ее можно еще привести к ДНФ. Для этого надо ее рассмотреть как булевую комбинацию атомов. Какие здесь атомы? Ну, вот такой есть атом А. Еще есть какие атомы? p от трех атомов, у. Да. Они все, кстати, разные. c, d и е. Получилось 5 атомов. То есть, нам надо привести к ДНФ, вот, внутрь этих атомов нам больше залезать не надо. Нам надо привести к ДНФ такую формулу. Если я это буду делать по алгоритму, мне надо будет строить таблицу истинности с 32 строками. Хотим ли мы это делать? Очевидно, нет. Мы же не с ума сошли. Мы воспользуемся тождествами. Импликация – это что такое? Не а или б. Отрицание, да, посылки. Только тут отрицание посылки. Вот я посылочку всю перепишу. Или утверждение заключения. Согласны? А что такое отрицание вот этой импликации? Сама импликация – это отрицание посылки или утверждение заключения? Отрицание импликации. Когда импликация ложна? Это А и не Б. Посылка ее верна, а посылка – это не А. И отрицание заключения. И отрицание заключения. Так. Получилась вот такая штука. Отличнейшая. Типа А или Б? А или… Вот я не понял вас. Ну, когда у нас типа два отрицания, мы же можем со сменой знака? Мы можем отрицание это вынести наружу. Конечно. Это отрицание дизюнкции. Но нам-то надо ДНФ. Нам надо отрицание не наружу выносить, а к атомам, к атомам, к атомам его прижимать. Потому что ДНФ у нее на самом верхнем уровне дизюнкция, ниже конъюнкция, а отрицание стоят рядом с литералами. То есть стратегия, которую предлагаете корректная, но неправильная, если можно так выразиться, надо его внутрь гнать. Смотрите, здесь отрицание Б и С. А отрицание Б и С – это по закону Деморгана что? Не Б или не С. Не Б или не С. То есть у нас получилась такая вещь. И последнее точность, которое мы применяем, это одна из форм дистрибутивности. А и Б, альфа и бета или гамма – это что? Это альфа и бета? Или? Альфа и гамма. То есть тут что такое будет? Не А и не Б. Или? Не А и не С. Или? Д или Е. Всё. А это уже ДНФ. Это дизюнкция некоторых конъюнкций атомов и их отрицаний. Согласна? Поняла, да. Мы получили ДНФ. Вопрос. Ну, может быть, и не надо строить эту чудовищную таблицу? Может быть, и всегда ДНФ будет получаться быстрее на пути раскрытия скобок? А вот нифига. А вот нифига. Если вы рассмотрите вот такую конструкцию, х1 или х2 конъюнкция, х3 или х4 и так далее, и много так вот раз возьмёте, то вы заметите, что каждый раз, раскрывая скобки по дистрибутивности, вы будете получать из одного члена два. То есть, таким образом, в итоге получится два в степени Н термов. Ну, каких термов? Элементарных конъюнкций. Их тоже можно назвать термами. То есть, столько же, как если бы мы таблицу анализировали. То есть, такой подход, он не всегда даёт нам ускорение. Но в данном случае даёт. То, что мы проделали, гораздо лучше рисование таблицы с 32 строками. Да и ДНФ получилось короче. Вопросы? Нет, наверное, нет. Что же, тогда благодарю за внимание. Я желаю вам и вашим коллегам всё-таки это разобрать. И тоже на практических примерах. На контрольной обязательно будут такие механические задачки на приведение к ДНФ и менее механическая, более творческая проверка общезначимости. Это классика, и она, конечно, будет. Евгений Владимирович, а вот на контрольной будет Google форма? Ну, и вот эти задачки, они же, типа, больше всего принимают. Как писать формулы с помощью Google формы? Ну, мы подумаем. Можно, конечно, сделать загрузку фотографий решений. Это делать можно. Хотя это существенно затормозит нашу проверку. Другой вариант. Я вам могу предложить некий способ просто с клавиатуры вводить формулы. Достаточно простой. Но к нему надо привыкнуть. Это мы обсудим в Телеграме в ближайшее время. Наверное, всё-таки в эту субботу не будет ещё работы. Но чуть позже, может, на следующей неделе будет. А, понятно. Хорошо. Спасибо. Ладно. Благодарю за внимание. Ну, если нет вопросов, я отключаю запись.